Мастер плут Поберегись Не оставь ребенка без отца Обещаю тебе, Нелли Я скоро вернусь Подсвечник и столовое серебро Старому кузнецу А три дуката крестьянам Все сделаю Нелли Я боюсь без меня Ничего Нужно делать то, что должен Это тебя защитит Я тебя жду Фильмы снимались Макс фон Тун Армин Роде Анн Катрин Крамер Анна Хаусбург Ханс Петер Корф Гитта Швайкхёфер Дитмар Мюс И Катарина Авторы сценария Дитер и Леони Бонгардс Композитор Петер Шмидт Оператор Симон Шмейкл Продюсер Эльки Рид Режиссер Кристиан Теде Бог в помощь И вам того же Чем можем служить? Служить мне? Не беспокойтесь Но правда кое-чего Я желаю Уже много лет Ничего так не хочу Как отведать картошки По-крестьянски Картофель? Такой, как мы едим? Вы этого желаете? Словно воды в пустыне Тогда будьте нашим гостем У вас прекрасный сад Да Вы один за ним ухаживаете? Да Да И у вас нет детей Чтобы вам помогать? У нас был сын Но он ушел Захотел посмотреть мир И не вернулся? Да У него Был ветер в голове Вроде умный Но хитрец Учиться не желал Хотел лишь развлекаться И никого не слушал А потом сбежал И с тех пор мы ничего не слышали о нем А почему вы Не привяжете кривое дерево к палке? Чтобы оно росло прямо Оно старое Корявое Его уже не выпрямить Деревья выпрямляют Когда они молодые Так случилось и с вашим сыном? Если бы вы его воспитали с малых лет Он бы не сбежал? А теперь он тоже старый И кривой? Да Наверное он изменился Вы бы узнали его? Появись он По лицу вряд ли У него была родинка По ней и узнали бы Она похожа на Боб Вот здесь Такая? Роберт Мальчик мой Ты все-таки вернулся к нам Ты точно наш сын? Настоящий барин Как ты этого добился? Если молодое дерево не подвязали Оно будет кривым Отец Я промышляю воровством Ты вор? Это невозможно Вор? Да Но не пугайтесь Я не простой вор В своем деле я мастер Для меня нет ни замков Ни запоров Что понравится То мое Но я беру избыток у богачей А беднякам даже помогаю Вор есть вор Знай одно Это кончится плохо Хоть бы и вор, Генрих Но мы снова его увидели После стольких лет Лучше тебе уйти Да как можно скорее Если наш граф Который тебя крестил Узнает правду о твоем ремесле Он не будет нежно качать тебя на руках Как в то время Когда принял тебя из купели Нет Ты точно не избежишь казни Не волнуйтесь, отец Со мной ничего не случится Я знаю свое ремесло Я сегодня же поеду к графу К графу? Не делай этого Он же тебя погубит Дорогой профессор При всем нашем уважении Для чего моему ребенку знать О каких-то народах Которые почитают Многих непонятных богов Когда мы знаем Что есть лишь Один бог Или о каких-то странах Где мужчины Имеют множество жен Моя дочь Выйдет за графа И будет его единственной женой Или о племенах В которых нет короля А достояние общее Боги нет короля К чему это ведет Профессор ученый человек Он знает, что полезно Зачем? Вы путаете мое дитя Заблуждениями и ошибками Вы забиваете ей голову Разными глупостями А ей это не надо Ваша дочь Господин граф Хочет знать о других краях О обычаях И о нравах других людей Она спрашивала А я отвечал Насколько смог Верно, батюшка Господин профессор Очень интересно рассказывает Я много нового узнаю Ты еще слишком юная, Йозефина В знании кроется зерно Всех сомнений Отец за тебя волнуется, Йозефина А вы, господин профессор Отныне не будете выходить За рамки учебных заданий Не так ли? Нет Соберите свои вещи, господин профессор Вы немедленно покинете мой дом И чтобы я вас больше Никогда не видел Да, да Что ж Мне очень-очень жаль Йозефина Но ради тебя Прощай Профессор, прощайте Ты сама займешься обучением дочери Как и раньше Да, Густав Это лучшее решение Разумеется Разумеется Это правильное решение А с глупостями Навсегда покончено ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Графу Ангелы не вкушают ничего более аппетитного Словно сладкий сон Кто там? Ваша милость, там господин Скажи, мы за столом Приятного аппетита, Ваша милость, граф Густав Благодарю Чего ты хочешь? Вы не узнали меня? Я Роберт Роберт Вы мой крестный Роберт Ты Роберт? Роберт, Роберт Даже гул в ушах На вид благородный, господин Это твой крестник, Густав Надо же И еще в детстве я восхищался Вашей красотой Кто этот господин, который почтил нас своим присутствием? Почтил? Неблагодарное ничтожество Не хотел ни повиноваться, ни повелевать Отказался стать управляющим упрямый глупец Я так его цени Зачем ты вернулся? Ты что, богат? Я хочу, чтобы вы, как мой благодетель И крестный отец Узнали, кем я стал На Я теперь вор И мастер своего дела Ты вор? Ваша честь Вора надо казнить Может, он хочет раскаяться И пожертвовать все награбленное на нашу колокольню Конечно Ты заслужил темницу Но поскольку мне пришлось крестить тебя Я согласен проявить снисхождение Я тебе дам шанс Значит, ты мастер воровских дел Ну что ж Я испытаю Твое мастерство А если ты не пройдешь испытание Тебе не избежать наказания Скажи, зачем же ты пришел сюда? Вы поймете, зачем я пришел Задайте три задачи Любой сложности И если я не смогу их решить То буду в вашей власти Ну ладно Итак Задача первая Ты должен украсть Из конюшни моего любимого коня Затем Вытащить нашу простыню Пока мы спим И так, чтобы жена не заметила Снять с ее пальца кольцо И вот тебе третье И последнее задание Ты должен незаметно Похитить Пастора и причетника Прямо из церкви Советую тебе учесть На кону твоя жизнь Запомнил все задачи Твоего коня Кольцо Простыню И двоих из церкви До скорой встречи Граф Густав Графиня Ты дочь графа Юзефина, верно? Вы знаете мое имя? От мастера уравских дел Ничего не скрыть Он был умным мальчиком Жаль, что Кого жаль? Этого негодяя? Завтра его казнят Солдаты Вы самый сильный и лучший из всех Что вам дорого? Наша честь, ваша честь Отлично Я назначаю отряд Охранять любимого коня Графа Ты Ты будешь сидеть в седле А ты Будешь все время держать Благородный хвост Прекрасного животного А ты Держать уздечку Железной хваткой Не спать Стоять Не двигаться с места И быть на чеку Этот конь Мое бесценное сокровище Готовы выполнять? Так точно, граф! Хорошо Можете приступать Судьба преступника Не позже, чем сегодня Решится в этом сарае Смотри Каждый стежок Ты продеваешь дважды Нить снизу вверх А потом через ту же дырочку Обратно Получается такая петля Через нее протягиваешь нить В чем дело? Ты меня не слушаешь? Конечно, я слушаю Стежок цепочкой длинный Покажи Извини, мама У меня не получается Что с тобой, девочка? Ты переживаешь из-за профессора? Да нет Все в порядке Роберт Мама Как вы меня нашли? Раньше ты всегда здесь прятался Когда что-нибудь натворишь Так вы знали? Мне здесь нравится Роберт Граф тебя ни за что не простит Не бойтесь, мама Я знаю, что делаю У меня душа болит за тебя Беги Прошу Для меня бегство будет позором Я выполню все, что задал мне граф А потом уйду Прошу, мама Не волнуйтесь Пить очень хочется Хорошо бы вина выпить, да? Вина? Вина, мама Да, целую бочку То, что надо Считаю, он уже попался Густав Я волнуюсь Волнуешься, почему? Неужели из-за этого вора? Не из-за него Меня беспокоит Йозефина Ты ее огорчил Я? Чушь Ей нравились уроки профессора Ее нельзя поручить этому господину С его абсурдными идеями Здор Ему здесь не место Пора спать Спокойной ночи Спокойной ночи Стой! Кто идет? Сынок, как пройти? Стой! Ты не с места! Вы же не прогоните бедную старушку В такую холодную ночь Хорошо, бабуля Можешь погреться в конюшне Если тебе негде спать, ложись где хочешь Вот спасибо, спасибо Вы так добры Ах, как у вас тепло Ну ладно, бабушка Можешь присесть А что у тебя в бочонке? В бочонке хорошая вина За деньги И доброе слово Я налью вам стаканчик Плесни-ка мне сюда Славное вино Ну-ка налей мне еще стаканчик Ну, вы должны заплатить за него Да-да А вы разве не хотите стаканчик за здоровье? Славное вино Что это за вино? Я еще никогда так быстро не пенел Да кто ты такая, а? Славное вино 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 Густав, конь заржал? А? Кони всегда ржут Давай спать КОНЕЦ Ну, графский любимец Как тебе первую ночь на свободе? Я всю ночь до утра глаз не сомкнула Но я верю в нашего мальчика Свеа, он не справится с испытанием Граф его казнит и нам худо придется КОНЕЦ КОНЕЦ Доброе утро, граф Густав Я привел вам ваше сокровище, коня Которого вывел из вашей конюшни Посмотрите, как ваши солдаты сладко спят Если вы сейчас заглянете к ним Увидите, как удобно они устроились Ладно, ладно С первым испытанием ты справился Но во второй раз тебе вряд ли так повезет И если попадешься на воровстве Тебе казни точно не избежать Я знаю, Ваша честь Я знаю Юзефина, что с тобой происходит? Ты все время витаешь в углаках? Нет Нет Я все думаю Как ему удалось украсть коня Я не знаю И не хочу этого знать Лучше выбрось это из головы Он не такой, как мы И живет как-то иначе В мире многое не так, как у нас устроено Нам ни к чему это знать У нас все хорошо Мы довольны? Профессор говорил, что столкнувшись с неведомым Люди поддаются страхам А неизвестное нужно изучать Значит, ты многому научилась? Ты склеила свои рисунки? Да, мама, извини Посмотри Это я срисовала из книги профессора А эти он мне подарил А что здесь происходит? Мой мальчик Мой взрослый сын Я выполнил первое задание Почему отец не пришел? Твой отец Он тоже рад И он уверен, что ты выиграешь Тебе Не нужна помощь? Нет Это мое дело Я должен справиться сам Но Кое-чего мне хотелось бы Еще раз попробовать ваш Фруктовый пудинг Мой пудинг? На этот раз не вино? Ты такой хитрец Довольно плакать Никаких слез Хватит Густав Почему ей нельзя оставить свои рисунки? Если будем потакать ей Мы не сможем выбить из нее эти глупости Прекрасная ночь В такую ночь не хочется Спать? А с ней не может быть и речи, дорогая Я закрыл и запер все двери Единственный путь – окно Если он полезет Я в него выстрелю Густав Ты что, его убьешь? Здесь? Я должен это сделать Этот человек опасен для нас Он презирает все законы А что будет без законов, без правил? Будет хаос Надо наказать вора Он вор? Да Но разве он опасен? Конечно, он не опасен Потому что проиграет Это он Не стреляй, Густав Нет, Густав Не делай этого Тихо Помолчи Нет Ты Ты его Застрелил Этот парень вор Он заслужил это Где он? Только следы крови Я за ним Эй Я застрелью Эх 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 Крэта, это я, твой муж. Дорогая, почему ты плачешь? Зачем же ты выстрелил? Не нужно было. Он сам виноват. Полез в чужой дом. И что же теперь будет? Он мертв. Ничего не поделаешь. Но он мой крестник. Он негодяй, а не злодей. Я не стану его позорить перед людьми. Жалюсь над его родителями. Я сейчас же похороню его в нашем саду. Сними простыню. Я заверну в нее тело и дам ему вечный покой. В саду. Да. Заверни его хорошенько. Знаешь что, дорогая? Ночь так прекрасна. Меня одолела великодушие. Дай-ка мне кольцо. Несчастный рисковал из-за него жизнью. Пусть возьмет его в могилу. Положи кольцо к нему в могилу. Пусть его на небеса возьмет. Кто это стреляет? Охотник? Охотник? Конечно. В округе теперь много охотников. Будь осторожен, Густав. Покажись, вор! КОНЕЦ Доброе утро, графиня Грета. Граф, доброе утро, Ваша милость. Что это значит? Этого просто не может быть. Ты мертв. Я же в тебя попал. Вы застрелили не меня, а это бедное пугало. Мир его праху. Но ведь там повсюду была кровь. Я видел? Это была не кровь, а фруктовый пудинг, Ваша милость. Самый лучший пудинг на свете. Как пудинг? Какой пудинг? Ступай к себе, Йозефина! Почему? Не спорь, я сказал, ступай к себе! Ты... 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 Коварный, ловкий, хитрый преступник, негодяй и плут. Однако, третья задача сложнее двух первых. И ты попадешься. Посмотрим, Ваша милость. Я уже понимаю, что должен делать. Мое почтение. Кольцо. И простыня. От кого он их получил? От тебя? Он притворился тобой. И я отдала ему простыню и кольцо. Он притворился мной. Ясно. Ничего не ясно. Ты в него стрелял и убил. Ведь ты ему тоже поверил, Густав. И ты приняла меня за какого-то вора. Ты не узнала, кто перед тобой. Я твой муж, Грета, я! Я обрадовалась, что ты к нему так великодушен. А если бы я поняла, что это обман, что бы сделала, не знаю. Здравствуйте. Господин Роберт. Желаю вам удачи. Спасибо, Юзефина. Извини, я пойду. Подождите, я с вами. Можно вас спросить? Дело в том... Как бы это сказать? Мой отец и я, мы... Отец тебя не понимает. Он тебя обидел. Запрещает все, что ты любишь. Поэтому ты хочешь убежать и не возвращаться. Да. Вы все сказали. Но мне... Хочешь знать, каково было мне, когда я в твоем возрасте убежал из дома? Я очень хочу знать. Долгие годы, Юзефина. День за днем. То, от чего я в юности убежал, не давало мне покоя. Словно рак. И с годами я все лучше понимал. Я знал, что однажды вернусь. Вот сюда. Чтобы излечить раны. Вам было тяжело? Я сбежал, поссорившись с родителями. Я поссорился с отцом. И вернулся, чтобы... помириться с родителями, чтобы твой отец принял меня таким, какой я теперь. И что это значит для меня? Вы бы на моем месте остались? Это тебе решить. В таких делах я не могу советовать. Юзефина. Господа, у нас все под контролем. Теперь вор проиграет. Пастор и причетник не позволят украсть себя из церкви. Мои дрожайшие друзья, это не конь, не простыня, не кольцо. Нет, нет. Может, этот вор и преуспел в своем ремесле, но я уверен, на вас он споткнется. Крабы. Зачем они ему? Он еще на берегу? Да, вроде бы. Ты хотел крабов, Роберт? Отец, ты пришел. Последнее задание. Желаю тебе удачи. От всего сердца. Хотя, тебе этого не нужно. Ты мастер своего дела. Мы в этом убедились. Я горжусь тобой. Гордитесь? Мной? Да, очень. Но почему же все годы от тебя не было невесточки? Я тогда иначе не мог. Долго же мы искупали вину. Очень долго. Знаю, отец. И мне вас не хватало. Простите меня. Я сам буду отцом. И теперь... Что? Ты будешь отцом? Да. Скоро я стану отцом. А вы дедом. Ты мой сын, пусть и такой, какой есть. Но теперь ты должен уйти. Тебе лучше не рисковать. Иди к своей жене и ребенку. Ты всегда будешь с нами. В наших сердцах. Я не уйду, отец. Я не могу все бросить. Это мое испытание. Эй, прекратите. Вы нас почти замуровали. Да, верно. Скажу грубее, у нас отняли свободу. Дверь же заберта. Почему вы нам не доверяете? Зачем эти доски? Чем больше страховки, тем меньше опасность. Теперь вору к вам не подобраться. здесь. Еще одну. Юзефина? Мама, нам надо поговорить. Мне не нужны эти уроки. Я хочу заниматься тем, что мне интересно. Так и должно быть. Я же вижу, как ты страдаешь. Вышиваешь ты из рук вон плохо. Но ведь я только этому и могу научить. хочешь, я поговорю с профессором? Папа не разрешит. Он же его изгнал. Есть такие правила, которые грех не нарушить. Профессор живет неподалеку. Скорее идем. На этот раз ему ничего не удастся. Скоро он получит наказание. И пусть звучит громкий вороний хор. Завтра все будет окончено. Завтра не удастся, но не удастся. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ИНУЧИТ Стой! Кто идёт? Это ворон. На этот раз он превратился в ворона. А теперь иди. Как он мог запереть нас в темноте? Он думал, что мы дадим себя похитить. И обвести вокруг пальца, как будто мы не узнаем вора в старухе. А то из-за самого графа примем. А то и от Всевышнего не отличим. Слушайте, прихожане! Слушайте, грешники! Слышите мой глаз! Я зову вас из тьмы и к вечной жизни! Что это? Души умерших. Пришёл конец света! Настал судный день! Слушайте! Слушайте! Судный день для всех живых и мёртвых! Судный день! Ночь без дня! Конец света! Слушайте! Мёртвые восстали из могил и бродят по кладбищу! Они собирают свои кости! Я, Пётр! Конец всему! Настал конец света! Пришёл судный день! Слушайте! Слушайте! Кто хочет на небеса, пусть лезет в мешок! Идите со мной, и вы попадёте на небеса! В рай! Да! Я слышу, Пётр! Я иду! Врата уже открылись! Мы готовы! Рай нас ждёт! Было бы глупо не использовать предоставившуюся возможность и отказаться от предложения попасть на небо! Безусловно! Я тоже так думаю! Точно так же! Всё в порядке! Стойте, где стоите! Это только для духовенства! Продолжайте молиться! Лишь молитва поможет! Конец света! Идите! Идите! Слезайте в мешок! Светейся перед тобой, пастор! И причетник идём! Мы идём! Мы хотим с тобой на небо! Мы самые достойные! Хотя и грешники! Хорошо! Пастор и причетник! Если хотите со мной на небо, полезайте в этот мешок! Это дорога на небо? В рай? А куда же ещё? Прошу, господин пастор, я вас пропускаю! Да-да, это справедливо! Пути Господни неисповедимы! Пути Господни неисповедимы! Пути Господни неисповедимы! А-а-а-а! А-а-а! А-а! Больно! Что же это? А-а-а! Крутые скалы! Наш путь лежит через горы! Мокро! Почему так мокро? Ну а как же? Мы уже в облаках! А теперь? Что теперь? Где мы сейчас? Сейчас мы поднимаемся по лестнице и скоро окажемся пред вратами! Вы слышите, как ангелы радуются и хлопают крыльями? Крутые скалы и хлопают крыльями! Крутые скалы и хлопают крыльями! Грета! Где вы? Грета! Грета! Доброе утро, ваша милость, граф Густав! Если позволите, третье задание выполнено! Выполнено, не врешь! Ваши добрые друзья лежат в мешке на вашей голубятне! Я выкрыл их из церкви! Они думают, что попали в рай! Ха-ха-ха! Смешно! Да? Можете убедиться! Ха-ха-ха! 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 Господь небесный, он похож на нашего графа! Господь похож на... О, Господи! Перед вами и есть граф! Ха-ха-ха! 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 Ты лучший из воров Хитрый Храбрый Смышленый Ты знаешь свое ремесло Так что Ты выиграл Он нас заманил и обманул Он выдал себя за Петра Ваша милость, казните его Казнить! Такого наглеца свет еще не видывал Так унизить дворян Граф держит слово Он победил в испытаниях И тем доказал, что мастер своего дела Он украл у меня Все, что я считал наиболее ценным Но это было ошибкой Только ты для меня важнее всего И, конечно, твоя мать И я вас Я вас Не хочу потерять Возьми Я знаю Тебе дорогие эти рисунки Я могу взять их? Йозефина Можешь учиться Чему захочешь А мы будем рядом И тоже узнаем Много нового Спасибо, папа Мама, спасибо Чего ты ждешь? Иди, мастер воровских дел И никогда не попадайся в моем графстве Если ты вернешься Наказание уже не избежать На этот раз ваше желание для меня закон Господин граф Субтитры сделал DimaTorzok И еще кое-что Передай своим родителям Они должны гордиться сыном Побудь хоть несколько дней Не могу, мама Мне пора Приезжайте к нам Жена будет рада Обними ее от нас И поцелуй нашего внука Тебе на дорожку Кривое деревце Дало добрые плоды До встречи До встречи Субтитры сделал DimaTorzok Нелли Нелли Он чудо Здравствуй Я твой отец Фильм дублирован По заказу ЗАО Первый канал Всемирная сеть Фильм дублирован